Преосвященные архипастыри, досточтимы отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры. В нынешнюю светлозадную ночь мы вновь духовно переживаем радость обретения миром своего Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына Бога Живаго, лежащего в язве предприемского леттепа. Вновь слышим в сердцах своих ангельских глаз, возбивающих хвалу в Отцу и Искупитель. Слава Выше Богу и на земле мир человеческих благоволений. Внимая словословию небесных сил, мы осознаем, что Рождество Христово исполнено вне временного значения и имеет прямое отношение к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока еще ничего не знает о подвиге Спасителя, может теперь обрести познание истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и делает возможным эту правду понять и усвоить. Вспомним, что первый человек был создан Творцом Совершенным по образу и подобию Божию. Но Адам, приступив к заповедь, исказил замысел Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество все больше и больше покружалось в бездну греха и гордыни. И тогда Господь для Своего Творения и желая Ему спасения, посылает в мир Единородного Сына, который восстановил целостность человеческой природы и стал новым Адамом. Христос показал нам пример жизни, сообразный Божественному замыслу о человеке. Этот пример есть надежный ориентир, который помогает нам не сбиться с пути и обрести единственное верное направление, приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия и в вечности. Мы идем по этому спасительному пути, когда откликаемся на Божий призыв. Один из таких обращенных к нам призывов содержится в послании апостола Павла. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые служат Божьи». Это значит, что мы возносим к полу Богу не только молитвами и песнопениями, но и добрыми делами во благо ближнего, во благо своего народа, во благо Церкви. «Такой труд становится радостным трудом во имя Христова. Он реально преобразует и окружающий мир и нас самим. Люди достигают сплоченности, работая не по принуждению и не ради корысти, а движимый искренним желанием сотворить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно служим Создателю, притворяя в жизнь Его волю». Греческое слово «литургия» переводится как «общее дело». Вся наша жизнь должна стать литургией, общей молитвой и общим делом, совершаемым для того, чтобы воплотить в жизнь Божий замысел о мире, о человеке, и тем самым воздать славу и хвалу дворцу. Это требует от нас солидарности с братьями и сестрами, поверить и даже с теми, кто еще не обрел в сердце своим Господа. Но, подобно евангельским волхвам, находятся на пути к нему. Важность объединения усилий для преодоления скорбей и несчастья показали нам пожары, засухи и наводнения минувшего года в России и в некоторых других странах исторической Руси. Они еще раз напомнили нам о христианском долге помощи ближнему, без различия убеждений, национальности и социального положения. В горячие летние месяцы многие люди щедро делились своими силами, временем и достоянием с теми, кого они даже не знали и которых вряд ли когда-либо увидят. Во имя чего они это делали? Во имя сострадания тем, кому плохо, кто терпит лишения и кому нужна помощь. Общественная солидарность, совместные труды ради достижения общих целей невозможны без преодоления эгоизма, без понуждения себя к добру, без отказа от обращенности исключительно к своим нуждам и интересам. В основании подлинного единства Духа лежит закон любви, завещанный нам Спасителем. Единение народа не может быть ограничено лишь минутами испытаний. Оно должно стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и жизни. Сила церковного единства явственно ощущалась мной во время многочисленных поездок по епархиям России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Всюду я видел готовность архипастерей, клира, монашествующих и мирян, трудиться на благо православия, совершенствовать приходскую, монастырскую и епархиальную деятельность. Это вселяет надежду на успешное развитие церковной жизни в Духе единения и заработничества. От сердца исполненного радости поздравляю вас, преосвященные архипастеры, досточтимые клирики, насельники обителей, братья и сестры, с великим и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетия. Молитвенно желаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Божьей, приносящими духовные дары родшемуся ныне, спасителю мира, дабы имя Его прославлялось всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Рождество Христово, 2011 год, город Москва.